В городских поликлиниках детям перестали делать прививки от полимелита. Вакцины нет уже с августа. Например, маленькой Леане Малыкиной. Скоро исполнится год, но прививку ей все еще не сделали, хотя по графику это должно было случиться еще в августе. Я спросила у нашего врача, говорю, а что у вас с вакциной-то, где ее достать? Она говорит, вот, значит, был завод, с ним был заключен договор, завод, соответственно, закрылся, перестал производить данную вакцину. Но ситуация не столь критична. В поликлинике, где девочки должны были сделать прививки, сказали, что вакцины на всех детей действительно не хватает. Причины, например, могут быть в том, что некоторые родители сначала отказываются от прививания, но потом передумывают. Большинство детей все-таки имеет индивидуальный график, прививаются по индивидуальному графику. И даже тех детей, которые мы сейчас, как я говорю, приглашаем на прививку, получается так, что они заболевают, и сроки вакцинации отодвигаются. Но я думаю, что это, и я уверена, что это вопрос, и эта проблема решится с последующей поставкой. В принципе, в нашей стране опасных форм полиомиелита не встречается. Это большая редкость. Поэтому паниковать рано, тем более, насколько нам известно, компетентные структуры, в частности, Минздрав и региональные, и федеральные, они в курсе этой проблемы. Вакцина должна поступить уже. Просто читал по лентам. Риск минимальный. Но надо сказать, полиомиелит – заболевание коварное. Начинается, как обычная простуда, но уже на четвертый день у человека развивается паралич ног. А получить это заболевание можно очень просто. Через грязные руки, грязные игрушки, немытые овощи и фрукты. В СССР использовали только живую вакцину, называющуюся «красные капли». Этот препарат был недостаточно эффективен. Была разработана инактивированная вакцина. В России она до настоящего времени не производилась. В мире всего два производителя. И фактически причина того, что сейчас ее нет не только в Нижегородской области, но и по всей стране сложная ситуация складывается, это в том, что производители не справляются с теми объемами, которые требуют мир. Минздрав намерен бороться с нехваткой вакцины. В настоящее время в Российской Федерации и Министерством здравоохранения принимаются меры своевременного обеспечения детского населения данной вакцины. В Нижегородскую область она поступила в небольшом количестве в сентябре текущего года. Данный препарат распределили между медицинскими организациями для иммунизации детей из групп РИСКа. Препарат должен появиться в Нижегородских поликлиниках в середине декабря. Родителям нужно быть начеку, следить за гигиеной и исключить контакт с детьми, которых недавно привили живой вакциной.